На базе экоцентра прошел очередной сбор гуманитарной помощи, на этот раз для жителей Орска. Очень много бытовой химии, потому что скоро вода начнет отступать и жителям нужно будет приводить свои дома в порядок. Ее, а также предметы первой необходимости, гигиенические принадлежности, теплые и практичные вещи собрали неравнодушные люди нашего города. Организовал сбор гуманитарной помощи Народный фронт при поддержке проекта «Жить», благотворительного фонда «География добра», общественного движения «Союз городов» и администрации городского округа Щелково. Активное участие в сборе приняли сотрудники Щелковских библиотек. На наше время выпадает много тяжелых испытаний. Началась СВО, то недавние печальные события в Московской области, в Крокусе, сейчас в Орске наводнение. И что заметно, что люди стали больше сплочаться, друг другу помогать, реагировать на боли и страдания друг друга. Это не может не радовать. Надеюсь, что с каждым днем, без уже каких-то трагических ситуаций, мы будем как-то ближе и добрее друг к другу. Я надеюсь, что в дальнейшем будет подключаться к другим нашим акциям и поддерживать все инициативы, которые проходят в этой центре «Добрый пластик». Спасибо вам большое. Жительница Щелкова Светлана начала заниматься волонтерской деятельностью 20 лет назад. Чувство милосердия и сострадания она привила и своей дочери Анастасии. В сборах гуманитарной помощи они участвуют всей семьей. Не отстают от взрослых и малышей. Мы горим просто душой. Мы можем оказаться в такой же ситуации или наши близкие и стараемся помогать независимо от того, что устаем, не устаем. Нести добро, помогать людям – это самое ценное, что, мне кажется, есть у человека. Чувство сострадания всегда было присуще русскому человеку. Глядя на то, как любая просьба о помощи откликается в сердцах наших жителей от мала до велика, за наше завтра не страшно. Виктория Мельник, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.